Каждый месяц мы платим за жилищно-коммунальные услуги, толпясь в очередях. И пережив свой час мучений, довольны и возвращаемся домой. И сталкиваемся с новыми платежами. Дворник, лифтер, уборщица и даже диагностика лифтов, которые стоило бы заменить лет 15 назад. Жильцы домов уже перестали спрашивать что-то о законности этих сборов и просто отдают свои деньги. Само собой, это самый неверный способ. В 2014 году утверждена форма платежного документа в сфере ЖКХ. В этих формах отсутствуют какие-либо записи о платах дворникам, лифтерам и остальным. Поэтому, если вы сталкиваетесь с подобным, то задавайте вопросы. И лучше всего письменно. На каком основании, почему или отчего такие выплаты. При оказании коммунальных услуг с вами в обязательном порядке обязаны заключить письменный договор на оказание коммунальных услуг. И где подробно расписано, какие виды работы услуг за ваши деньги оказывает. Форма этого договора, содержание вернее, предусматривана, ну вот последние мне приносили несколько, от 9 до 10 страниц текста, где подробно расписано. Какие параметры теплоносителя, температура, давление, перебои. Когда у вас должны проводить профилактику, так называемый осмотр вашего системы отопления, чтобы исключить аварийные ситуации. К сожалению, квитанции, которые выплевывает КВЦ, высветают. И поэтому не стоит удивляться, если через год или два к вам приходит уведомление, что вы должник. И ссылаются на старые счета, квитанции которых давно выброшены. Поэтому, повторяюсь, требуйте заключения письменного договора, сохраняйте квитанции об оплате. Поскольку из года в год сфера ЖКХ становится очень дорогой сферой. Если мы не будем в том числе контролировать, какие счета к нам приходят, или по каким объему, по какой стоимости, мы просто будем обманутыми потребителями. Продолжение следует...